Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня авторская программа «Наш дом» будет посвящена поэзии. И первому в Канаде поэтическому фестивалю, который проходит здесь, у Большой подковы Ниагарского водопада, и на который съехались поэты из Северной Америки и Канады. Организатор фестиваля поэт и журналист Лилия Скляр, известная в Торонто своим центром искусств «Удивительная кошка» и любительским театром при нем, а также автором множества культурных проектов, коим не с числа, среди которых и этот с красивым названием «Поэтри Анна Ягра». Ночь, улица, фонарь, аптека. Свет струится зло и матово в ночь сквозь пелену дождя, преклоненная Ахматова пред ничтожеством вождя. Мы любим, коль горбушку, то с сальцой, а если громкий голос с хрипотцой, душевную, да только чтоб на взрыв, чтоб песни словно бритвой на разрыв. Увези меня на край земли, далеко от суеты и связей, на года, на месяцы, на дни, от рутины и однообразий. Назревал дождь, но пролился стихами. Нет ничего там, а может быть есть что-то из столя, из глины, из жести. К слову сказать, какая там жесть, все не в попад, да и все не на месте. А сейчас мы зайдем в это совсем не помпезное, но историческое здание. И именно здесь проходит трехдневный фестиваль. Невозможно обозреть в коротком репортаже столь насыщенную, заботливо организованную программу, не ограничившуюся чтением стихов, но соединившую профессиональные поэтические задания, пародии, стихи под гитару, конкурс поэтических рукописей, презентацию журнала «Энтерпоэзия» и мастер-класс таких коррекеев, как Бахыт Кинжеев и Андрей Грицман. И кажется, я еще далеко не все назвала. Не говоря уже о восхитительном общении людей одного круга, который подливает масло не в огонь, а в лампу жизни. Поэтическая тусовка, строго говоря, не конкурс. Здесь каждый мог открыть дверь в свою душу. И все же короля и королеву выбирали и награждали путем тайного голосования сами участники. Иногда бывают приятные совпадения. Так уж случилось, что королевой поэзии провозглашена скромный организатор фестиваля Лиля Скляр. А титулом короля удостоен Олег Коршун-Шмаков. Они победили в анонимном конкурсе поэтических рукописей и получили приз в публикации в журнале «Энтерпоэзия» и на сайте «Журнальный зал». Идея проведения поэтических фестивалей не нова. Сейчас очень популярно и модно проводить международные поэтические фестивали, литературные фестивали. Мне самой довелось побывать на нескольких таких фестивалях в Бельгии, в Австрии, в Великобритании, в России. Но мы не называем сегодняшнюю встречу фестивалем. Мы назвали ее большой поэтической тусовкой, потому что она имеет некоторые отличия. Те люди, которые собрались здесь, на Ниагаре, их никто не выбирал. Они приехали почитать свои любимые стихи. Это поэты, которые хотят почитать то, что пишут они, и те люди, которые слышат, слушают и готовы слушать стихи. Для чего родил, я о ком скорбел, угловатый город, кирпичен, бел, чорен, будто эскиз кубиста. Если лет на 20 приснится вспять, там такие звезды взойдут опять над моей страной, среди тьмы и свиста. Фестиваль длится три дня и очень насыщенная программа. Что вы думаете по поводу сегодняшнего фестиваля? Ну, Канада вообще моя родина, как бы. Я здесь 25 лет прожил, поэтому мне всегда здесь приятно быть. Вот. И, ну, что сказать? Ну, здорово, что люди не забывают языка, не забывают своей культуры и собираются вместе, чтобы вот побыть со своими, что называется. Я всегда очень переживаю, что на смену нам, в общем, никто не идет. Вот. Наши дети уже говорят на местных языках и женятся, выходят замуж за местных. Так что эмигрантская литература, к сожалению, обречена. У нас положение не такое трагическое, потому что мы не разрываем связи с Россией. Там есть наш читатель и там растет молодое поколение. А поскольку вслед за Бродским я считаю поэзию высшей формы существования языка, ну, значит, надо ей заниматься, несмотря ни на что, хоть на необитаемом острове. Наступили конечные времена, отовсюду ползет по устам пелена. Да какая страна? И какая страна? Так война не война. Ловим рыбу у берега черной дыры, чтобы наесться на память черной икры. Ну, в общем, ребята, не страшно, коль есть Бавилонская башня. Мне впервые доводится брать интервью магистра американской поэзии. Андрей, вы, я знаю, в общем говоря, завсегдатой в удивительной кошке. С большим удовольствием уже несколько раз бывал в Торонто. Удивительную атмосферу Лили Скляр и вся ее компания создали там в Торонто. Это изумительный, уникальный совершенно клуб поэзии, искусства, театра, музыки. И вот благодаря таким людям, как Лили Скляр и вот этому клубу, который она создала, благодаря этому живет вот это вот новое, на самом деле, существо, которое было создано. Вот, и мало замечено, на самом деле, пока в российской митрополии, это русская культура в диаспоре. Русская культура, русская литература становится не замкнутой на себя, гордясь только собой, Достоевский, Чехов, Толстой и так далее, и так далее, но становится по-настоящему частью мировой литературы. Это действительно так. Вот очень много сейчас людей, которым просто представилась возможность здесь почитать любые стихи, не только свои стихи. И все это благодаря такому, в общем, человеку-пассионариусу, собственно говоря, который переполнен творческими проектами, коим буквально не с числа. Замечательно, что вы приехали и придаете этому такое международное вселенское смысл. Приз зрительских симпатий и публикация в журнале «Новый свет» достались Ульяне Колесовой и Владимиру Зланеру. Литературная премия Эрнеста Хемингуэя. Мы ее придумали на простом основании. Хемингуэй начинал свой творческий путь в Торонто, как репортер. И это был очень хороший повод назвать литературную премию именем Хемингуэя, потому что, ну, кто знает, может быть, наши авторы, когда они тоже стали лауреатами Нобелевской премии. Лауреатом премии Хемингуэя этого года в поэзии стал Александр Немеровский. Саша Немеровский. Иосиф Коган – гость из Клибленда. Это вообще совершенно бесподобно. И то, как организовано удивительной кошкой во главе с Лилей, совершенно чудесно. Сегодня читали стихи Бахет Кенжеев и Андрея Грицман. Но я совершенно серьезно, не пафосно вам говорю, я плакал от восторга. Субтитры создавал DimaTorzok